Привет ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Давно у нас с вами не было подкастов и я думаю что как раз пришло для этого время. Тем более что есть как минимум три новости которые я бы хотел с вами обсудить. Это недавний ролик про беляши, предновогоднюю атмосферу и новогодние праздники, а также объявить небольшой конкурс. Итак, первое это ролик про беляши. Представьте, воскресенье, вечер, за весь день я съел только одно пинце. Многие из вас вероятно и не знают что это такое, поэтому можете посмотреть ролик Усачева про Владивосток, чтобы узнать это. Упорно готовя ролик про пятерку самых лучших стальных мечей в Ведьмаке, я понимаю что начинаю тупить, на дворе ведь уже довольно глубокая ночь, а потому чтобы освежиться я решил принять душ. Когда был занят работой над роликом, ни капли не думал о голоде, но как только по моей голове поплыли первые струйки воды, желудок встрепенулся и вспомнил, что он пуст и началось. Тогда в моей голове, расслабленной от приятного массажа каплями воды, под влиянием трех факторов, голода, единственного съеденного пинце и только что оторванной работы над Ведьмаком, возникла безумная идея. Превратить один из трейлеров Ведьмака в абсурдную хренотень, приравняв Ведьмака к повару-продавцу беляшечной. Кстати, если вы вдруг еще не смотрели этот ролик, то бегом смотреть, не знаю какую реакцию он вызовет у вас, но какую-то вызовет точно. Идея была куда масштабнее той, которую удалось отобразить в ролике. Наш любимый Геральт, выступая в качестве вынужденного зла, уничтожал другие рассадники беляшей, стремясь не только стать монополистом в беляшечном бизнесе, но и истребить это зло на корню. Финт, которому мог бы позавидовать сам Лилуш Ламперуш из аниме Кот Гес. К сожалению, пересмотрев трейлер и поняв, что фраз в нем настолько мало, что реализовать даже Толику все идеи не получится, вышло то, что вышло. Моя фокус-группа, которой был показан ролик перед публикацией, сказала, что нихрена не понятно. Но я это списал на незнание Ведьмака в принципе, забыв о том, что держа всю идею в голове, я автоматически был совершенно не объективен в своей собственной оценке понимания ролика. А если прибавить к этому не самую лучшую мою актерскую игру, и действительно отсутствие нормальных шуток, и в целом не до конца проработанный ролик, я заслужил все те дизлайки, которые вы поставили. При этом хочу отметить крайне высокий уровень качества комментариев, которые преобладают конкретными и в целом объективными претензиями, которые я кстати сам озвучил только что. Спасибо за адекватную оценку, вы лучшие. И несомненно, я услышал все, что вы мне там сказали. Будут ли еще подобные ролики? Ммм, да, безусловно, но не совсем такие конечно же, а скорее с общей идеей переозвучки игровых моментов и трейлеров, ведь мне самому просто очень интересен этот формат. Но над следующим роликом я пожалуй посижу подольше и постараюсь улучшить все направления, по которым просел в этом. При этом, к сожалению, я не юморист, я это сам знаю. И максимум, на что я пока способен, это на некоторую нотку абсурда и толику какого-то безумного юмора. Этот ролик получился именно таким, но даже его можно было проработать еще чуть лучше, что повысило бы его понимание и общее впечатление было бы о нем лучше. В любом случае, всем спасибо за вашу отзывчивость. Я обещаю в следующий ролик в этом виде сделать гораздо лучше и проработанней. Вторая тема. Ура, скоро Новый год! А это значит неделя отдыха и возможность делать побольше видосов. В связи с этим у меня к вам вопрос. Что бы вы хотели увидеть? Я давно не выпускал подкастов, так как свой план я озвучил в последнем из них и до сих пор придерживался именно его. Мы активно работаем в сфере Ведьмака, заканчивая старые циклы роликов и начиная новые. Но на носу Новый год и новогодняя неделя отдыха. Планов на нее у меня немного, а значит я смогу посвятить свободное время каналу и вам. При этом я хочу узнать ваше мнение насчет того, чем заняться на протяжении этой недели. У меня есть тут пара вариантов. Вот, послушайте, например. Нужно больше Ведьмака! Ну, то есть помимо запланированных видео, я остальное время посвящу еще паре-тройке роликов по Ведьмаку. Или, например, нужно больше Гвинта! А значит, все свое время я буду рубиться в Гвинт, попутно рассказывая вам о фракциях, тактиках и прочих советах. Поиграть во что-то еще! Столько много всего повыходило за последнее время, во что бы я хотел поиграть. За неделю можно спокойно пройти любую игру и попутно сделать еще пару роликов по ней во время и даже после прохождения, как, например, было Snowman's Sky. Или по чуть-чуть поиграть во много игр и по чуть-чуть о них и рассказать. Твич! Боже, да, чтобы его настроить нужно буквально день. Но вот сами стримы убивают время, дай бог. А раз уж появилось свободное время, то можно что-нибудь и постримить, поиграв при этом вместе. Ну и последнее. Ребус! Давай отдыхай! У меня давно есть несколько идей касательно игр, которые я уже прошел и роликов по ним. И я бы хотел уделить немного внимания этому. Для меня бы это было прекрасным отдыхом. Все эти пункты в виде голосования появятся в группе ВКонтакте. Правда, прикреплю я ее только завтра, так как сегодня прикрепленная новость будет занята немного другим. Можете зайти, проголосовать, написать комментарий или предложить свой вариант. А я буду ее активно мониторить. Голосование запустим на недельку, не больше. В конце я подведу итоги, проведу новогодний подкаст и озвучу, чем же мы в итоге будем заниматься. Кстати, тут мы обсуждаем только дополнительное время. На выход запланированных роликов это никак не повлияет. Ну и последний пункт этого подкаста. Конкурс! Вы могли заметить, что я периодически уделяю внимание Гвинта и крайне надеюсь, что эта игра выстрелит и ее полюбят людям. Хотя для этого проектам стоит игру еще довольно активно допилить. Сейчас она в стадии ЗБТ, несмотря на то, что ключи уже разослали довольно много. Хотя я свой личный, кстати, так и не получил. Их даже можно недорого купить. Под каждым роликом я вижу людей, которые до сих пор без ключа. А потому сегодня, практически сразу после выхода видео, в группе ВК, очень быстро, буквально в течение 24 часов, мы разыграем около 20 ключей. Первый ключ отдадим тому, кто первым оставит комментарий под тем самым постом в группе ВК. Ссылка на который есть в описании. Второй и третий ключ уйдут тем, кто первым ответит на вопрос. Вопроса два, соответственно, и ключика два. Вопросы касаются моих видео, и они очень-очень легкие. Еще несколько ключей получат те, кто объяснит, почему именно он заслуживает получить ключик. Ответ на этот вопрос должен быть любым. Серьезным, забавным, абсурдным и так далее. В общем, любым. Как минимум троих победителей я отберу на свое усмотрение точно. При этом их может быть и больше. Все зависит от ваших ответов. Свои ответы пишите в комментариях под основной новостью про конкурс. Остальные ключи будут подарены с помощью рандома. Чтобы поучаствовать, необходимо выбрать любое видео на моем канале. Можете самое любимое. И репостнуть его к себе на стену с хэштегом Ребус хочу ключ. И все. На все про все у вас есть часов 20. Дерзайте. Завтра вечером я выберу самые крутые ответы на вопрос, почему именно я заслужил ключ. А также с помощью рандома отберем оставшихся счастливчиков и разошлем все ключи. И еще кое-что. Один ключ в одни руки. То есть если вы уже оставили первым комментарий и гарантированно получите ключ, это значит, что вы гарантированно не получите ключ за остальные конкурсы. Хотя можете спокойно в них участвовать. Если есть вопросы, дождитесь публикации новости в ВК. Там будет эта информация в более понятном виде. Отдельное спасибо всем, кто поделился ключиками. И Дмитрию Тошнову за организацию. Если у вас есть какие-то вопросы общего содержания, например, о канале, о каких-то роликах, задавайте их в комментариях под этим видео. Я постараюсь ответить на каждый из них. Если у вас есть крутые предложения, которые могут заинтересовать меня или улучшить этот канал, пишите в личку в ВК. Я там доступен с завидной регулярностью. А в остальном, по видео мы придерживаемся плана, который я озвучил еще в прошлом подкасте. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео дало вам новой информации о канале и даже немножко понравилось. Ну а мы увидимся в следующем видео, которое будет чуть-чуть не запланированным. Точнее не так. Уже давным-давно запланированным. Но на этом пока. Всем пока-пока.